Говорит о хадисе Таси'ау Ас-Саманун Ба'далмия, 189-й хадис книги Ан-Сахли ибни Са'ди на Са'ди, Расли Аллаху Анху. Приходит от Сахли ибни Са'ди, Ан-Расул Аллаху Саламу Акаль, о том, что посланник Аллаха Саламу Акаль сказал, «Ла язалун насу бихайрин ма'аджалун фитр» «Люди не перестанут быть на добре, пока они торопятся с разговлением». То есть разговляются сразу после захода солнца. Этот хадис приходит у Бухарии Муслима. И в одном из реваят приходит у Аххару Ас-Сухур. И не будут или не перестанут люди быть на добре, пока они будут откладывать сухур. То есть прямо к чему? К рассвету. Этот реваят приходит у имама Ахмада. Падмана Аль-Жмали говорит, какой вообще смысл этих или этого хадиса. Ашариу Аль-Хаким Яхусу Адатамиз Аль-Арбада Уахтиан Гайриги. Говорит мудрый законодатель, побуждает людей к тому, чтобы они отличали поклонение, то есть время поклонения от других времен. То есть отличали и отсоединяли поклонение от ада, то есть от обычаев. Говорит ли Атабиин Ан-Низам-Отта? Для того, чтобы стало ясным Низам-Отта, то есть подчинение Всевышнему Аллау и порядок в этом. То есть если человек, допустим, что не разговаривается после Магриба сразу, то есть после того, как солнце зашло, он не разговаривается, ждет еще 10 минут или полчаса или час. То есть получается, что он как бы размывает границы поклонения. Понятно или нет? Что делает? Перемешивает поклонение с обычаями своими. Как будто бы он держит у разу просто по обычаю, хочет поголодать, допустим. А не связывает этот вид поклонения шариатскими границами. Шариат ему что сказал? Кушай до рассвета, после заката разговляйся. Он что делает? Не кушает до рассвета, заканчивает за полчаса до рассвета. После заката не разговляется, еще ждет полчаса, допустим. То есть что делает? Уже как бы придумывает поклонение от себя. Добавляет к поклонению то, что не из него. И не отличает свое поклонение от обычая. Понятно или нет? Поэтому говорит, Всевышний Аллах желает, чтобы был определенный порядок в различении поклонения и различении того, что человек делает это, как выполнение приказа Всевышнего Аллаха. Чтобы человек приостанавливался у границ поклонения. Понятно или нет? Чтобы не делать что-то от себя. Но как пришло в ограниченных границах, так поступало относительно поклонения. Поэтому раз говорит, Всевышний Аллах установил, что закат солнца является временем для разговления постящегося, Он говорит, побудил человека, что делать? Срочно разговариваться сразу при наступлении этого времени. И к тому же пророк сообщил, что люди не перестанут быть на добре, пока они будут делать так. То есть пока они будут торопиться с чем-то разговлением и будут соблюдать эту шариатскую границу. Говорит, а если они будут откладывать разговления, то это является одним из доводов на то, что добро ушло от них. Говорит, потому что этим самым они оставляют сунну, которая на самом деле возвращается к ним с пользой религиозной. А что за польза религиозная в том, что ты разговариваешься сразу после заката солнца? А это то, что ты следуешь в этом посланнику Аллаха. И к тому же в этом есть польза какая бытовая, не только религиозная. А что это за бытовая польза? Которая заключается в сохранении тел людей и усилении этих тел тем, что они поедят и попьют. Говорит к идее питью, душа человека что сделает, или тело человека, татук, как бы сильно хочет, их сильно хочет еду и питье сразу после заката солнца. Понятно или нет? Значит, если человек разговаривается вовремя, сразу после заката солнца, он достигает этим самым две пользы. Польза религиозная и польза бытовая. Религиозная польза в том, что он следует в этом за посланником Аллаха. Польза бытовая в том, что он усиляет свое тело едой и питьей. И не мучает свое тело. Так, а дает телу насладиться теми правами и теми разрешенными вещами, которые Всевышний Аллах разрешил. После того, как оно подчинял Всевышний Аллах, выполняя поклонение. Говорит, что берется из этого хадиса. Первый из сихдабта Аджил Альфитр говорит, что желательность побыстрее разговляться, если мы уверены в том, что солнце закатилось, тем, что видели, как солнце закатилось, или об этом нам сообщил крепкий человек. И в крепкого человека в это понятие вступает или входит также что? Также Муаззин, который следит за временем и известно, что он внимательно относится к понятию время намазов. И если он дает Азан на Магреб, это считается известием или извещением от крепкого передатчика о том, что солнце закатилось и можно и нужно разговляться. Второе. Инна тааджил Альфитр далил аля бақаил хейр анда ман аджалагу. Говорит, второй полезный момент, то, что когда человек торопится с разговлением, это является доводом на то, что в нем есть еще добро, в нем осталось добро. И наоборот, если человек откладывает фитр, то есть откладывает разговление от его изначального времени, то это является доводом на то, что добро от него ушло. Третий полезный момент. Альхейруль мушар илейф ил-хадис, ходит тибаус сунна. Говорит, добро, которое указано или на которое указано в хадисе, это следование сунни. Ма анну мин махбубат аннуфус. Вместе с тем, что это любимо людям. Смотри. Некоторые думают, что следование сунни это всегда то, что не нравится душе человека. Не обязательно. Во многих постановлениях шариата, то, что нравится твоей душе, в этом есть следование сунни. Понятно или нет? То, что желает душа человека, в этом есть следование сунни. Это, иншалла, понятно. Говорит четвертое. Альхадис мин му'аджизатин наби, саллаллаху алиусаляма. Этот хадис является одним из чудес пророка, саллаллаху алиусаляма. Почему? Фаинна таахира лифтар аамала бихия шиа. Говорит, потому что известно, что откладывание разговения, то есть от времени заката, является действием кого? Шиитов. Аль-лазинахум ихда аль-фира гад-бааллах. Которые являются одной из заблудших течений. Улей-салямам кудва афидалека илля ль-худ. И говорит, у них нет в этом никого, то есть за кем бы они следовали, нет в этом примера, кроме иудеев. То есть арафидиты или шииты следуют в этом своем деянии за кем? За иудеями. Почему? Аль-лазина ла юфтаруна илля анда зугуран нуджум. Потому что иудеи тоже, когда держат у разу, что делать, не разговариваются после нее, кроме как когда выйдут звезды. То есть недостаточно им заката солнца, но они ждут выхода звезд и только после этого, что делают? Только после этого разговариваются. Разговариваются. Значит, шииты в этом следуют за кем? За иудеями. Значит, что получилось у нас? Какой вывод из хадиса? То, что разговариваться побыстрее является чем? Является желательным действием сунной пророка Саналлау Алисаляма, который необходимо выполнять.